МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в понедельник, 9 июля. В студии работает Андрей Теннет. Аккуратко о главных событиях. Юбилей Астаны для 36 абайских семей стал особенным. В этот праздничный день они стали хозяевами собственного жилья. Ключи от новых квартир новоселам вручил Аким области Ерлан Кушанов. Жители Каражала и поселка Жайрем начали получать воду, поступающую из нового водовода и новых скважин Тускульского месторождения. В ходе реализации проекта проложено 72 километра водовода. Казахстанская сборная команда стала серебряным призером детско-юношеского чемпионата мира по карате. Всемирные соревнования прошли в праздничные дни в Караганде. И теперь подробнее об этих и других событиях. Юбилей Астаны для 36 абайских семей стал особенным. В этот праздничный день они стали хозяевами собственного жилья. Ключи от новых квартир новоселам вручил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Жительница Абая Наталья Столбова – многодетная мать-одиночка. Долгие годы она то снимала квартиру, то проживала у родителей. Сегодня сбылась ее мечта. Она стала обладательницей собственной квартиры. Сегодняшние ощущения она назвала одним словом – счастье. У нас сегодня счастливый момент, конечно, мы получаем квартиру. Мы ждали это 9 лет. До этого то снимали, то у родителей жили, как бы постоянно жили на квартирах. А теперь у нас будет свое. Не знаю даже, как сказать, наверное, переполняет часть. Квартиры в новостройках получили 36 семей. Это дети-сироты, многодетные семьи, матери-одиночки, люди с ограниченными возможностями. Обращаясь к горожанам, глава региона Ерлан Кушанов в первую очередь поздравил всех с 20-летним юбилеем Астаны. Он отметил, что это праздник не только астанчан, но и всех казахстанцев. Акимобласти также отметил, что сегодня делается многое для жителей Абая и всего Абайского региона. Город преображается, вы сами это видите, это чувствуете. Каждый раз приезжаю. Я люблю сейчас приезжать в Абай, потому что каждый раз мы видим что-то новое. Буквально на сегодня мы активно строимся здесь. В первую очередь строим социальные объекты. И эта работа будет продолжаться. В следующий год мы планируем построить еще 80 квартир мы сдадим. И не только в районном центре, а в этом городе, но и в других населенных комнатах также будут строиться и социальные объекты, и жилье. По словам подрядчика, строительство двух жилых многоэтажек заняло не больше года. Общая площадь девятиэтажного 36-квартирного жилого дома – 2000 квадратных метров. В ближайшее время будет благоустроена прилегающая территория. Дом начал строиться в конце августа 2017 года. В этом году мы уже менее чем за год построили данные дома. 72 квартиры. Первый дом у нас уже заселен. Сейчас сегодня мы заселяем второй дом, вручаем ключи жильцам. Технология уже обновилась. Она зайдет в ногу со временем, современная. Здесь используются панели 40-сантиметровые, утепленные. То есть качество жилья соответствует всем международным стандартам и ничем не уступает другим домам, выполненных из других материалов. То есть дома действительно качественные и хорошие. По словам специалистов отдела ЖКХ Акимата Абайского района, жилье предоставлено по четырем направлениям программы Нурлужер. Это арендное жилье для социально уязвимых слоев населения без права приватизации. Хозяева ежемесячно, кроме коммунальных услуг, оплачивают еще и аренду. На сегодняшний день в очереди на получение жилья стоят около двух тысяч человек. В следующем году планируется строительство 80-квартирного пятиэтажного дома. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Каргандинский. В селе Коксу Абайского района появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 мест. 7 июля здесь состоялась церемония закладки первого камня будущего строительства. В мероприятие принял участие глава региона Ерлан Кушанов. У меня первого кирпичика, который ляжет в основу огромного здания спорта, здоровья, жизни наших будущих поколений. С праздником вас! Всего через полтора года на этом месте будет воздвигнут новый физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 мест. Стоимость проекта 250 миллионов тенге. Это собственные средства крестьянского хозяйства ШАНС. Общая площадь двухэтажного здания спортивного комплекса составит более тысячи квадратных метров. Инициатор и организатор строительства, предприниматель, глава крестьянского хозяйства Игорь Жабяк. Глава региона Ерлан Кушанов отметил, что для реализации программы Рухани Жангару многое делается и самими жителями регионов. И вот наглядно сегодня пример. Наш земляк, ваш земляк Игорь Васильевич Жемляк вышел с предложением построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Конечно, мы это горячо поддержали. Это реальная поддержка не на словах, а на деле идеи президента, заложенные в программе Рухани Жангару. Для этого я хочу поблагодарить Игорь Васильевич. Необходимо отметить, что в Абайском районе многие бизнесмены и руководители предприятий откликнулись на призыв и приняли участие в реализации проектов программы Була Шаха Багдар Рухани Жангару. Я решил построить спортивный комплекс, чтобы не только у нас в городах и спутниках строились, но и на земле. Пришло время, поэтому на земле мы должны жить так, что живут люди в городе, ничем не хуже. Поэтому я хочу, чтобы мое восстающие поколение, именно в обществе, чтобы они оставались здесь, на родной земле, так же, как и остался здесь я. На первом этаже проектом предусмотрены тренажерный зал и зал для игровых видов спорта. На втором этаже помещение для занятий борьбой. Срок окончания строительства – декабрь 2019 года. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Жители Каражала начали получать воду, поступающую из нового водовода и новых скважин Тускульского месторождения. В ходе активной реализации проекта проложено 72 километра водовода, восстановлены и подключены 41 скважина, проведена реконструкция насосных станций. У жителей города Каражал и поселка Жайрем настоящий праздник. Впервые за долгие годы в домах появилась холодная питьевая вода. Причем не на полтора часа в сутки дважды в неделю, а круглосуточно. Обеспечение водой жителей Каражала и поселка Жайрем Аким Карагандинской области Ерланд Кушанов назвал одной из главных задач, которые предстоит решать в нынешнем году. Об этом шла речь на последней отчетной встрече главы региона с населением. И вот первые литры воды из новых скважин Тускульского месторождения пришли в город. В результате проведенной работы комитетом по водным ресурсам, местных исполнительных орган при поддержке акционерного общества «Касцинк» было обеспечено строительство 73 километров водовода. Было обеспечено развитие самого непосредственно Тускульского месторождения. И на сегодня мы имеем первую воду, которая пришла по данной новой ветке водовода в город Каражал. В ходе активной реализации проекта проложено 72 километра водовода диаметром 315 миллиметров. Восстановлены и подключены сборными водоводами 41 скважина. Проведена реконструкция насосных станций. Для того, чтобы полностью устранить дефицит воды, Акимат Карагандинской области заключил договоренность с компанией «Касцинк» на поставку 15 километров пластиковых труб. Кроме того, в этом году в рамках программы развития регионов началась реконструкция водопроводных сетей в поселке Жайрем на общую сумму 900 миллионов тенге. «Ну сейчас есть вопросы по автоматике, которые мы сейчас дорабатываем. Почему? Потому что полностью от ту скользкую воду до Каражала она будет автоматизирована. Человеческий фактор будет как минимум на минимум, а полностью автоматизированная будет система работать. Поэтому здесь у нас только автоматика. Почему она чуть-чуть задерживается? Там оборудование все германское идет сюда. Германское будем ставить из-за этого оборудования у нас чуть-чуть задержка будет получаться. А в целом мы зададим с автоматикой в этом году. Поставка дополнительного объема воды обеспечит качественным и бесперебойным водоснабжением населения Каражал Жаремского региона. Это также даст новый импульс развитию экономики города, уровню и качеству жизни населения. Только что мы являлись свидетелями того, что наконец-то впервые за всю независимость нашей республики, в преддверии 20-летия нашей столицы, нашей родины Астана, наш город Каражал получил воду. По второму трубопроводу в ближайшие дни мы выйдем на круглосуточное водоснабжение нашего города. В части будущего и перспективы нашего региона Каражала Жаремского. Глава города также сообщил, что улучшается социальная атмосфера в регионе. В Каражале впервые приступили к ремонту тротуаров, восстановлению уличного освещения и многое другое. На сегодняшний день в Каражале и поселке Жарем в общей сложности проживают около 18 тысяч человек. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей, и они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку, а теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. И к другим новостям. Карагандинцы с размахом отметили 20-й юбилей столицы. В Центральном парке культуры и отдыха состоялась концертная программа, посвященная Дню рождения Астаны. Известные и талантливые исполнители нашей эстрады поздравили горожан с праздником и подарили им положительные эмоции и яркие впечатления. Поздравил карагандинцев и Аким города Нурлан Аубакиров. 6 июля юбилей столицы широко отметили не только астанчане, но и карагандинцы. В Центральном парке культуры и отдыха на протяжении всего дня длилась праздничная программа «Елемнангтумары Астана». С поздравительной речью к карагандинцам обратился градоначальник Нурлан Аубакиров. Примите искренние поздравления с Днем столицы. В этом году он особенный, ведь мы празднуем юбилей 20-летия Астаны. Этот праздник имеет важное общественно-политическое значение и является поистине общенародным для всех казахстанцев. К празднику Центральный парк украсили цветочными композициями и символами Астаны. Так, у большого золотистого шара, олицетворяющего верхний уровень самой главной достопримечательности столицы, монумента Байтирек, карагандинцы могли загадать свои самые сокровенные желания. Этой возможностью воспользовалась и маленькая Оружан. Я пожелала, чтобы у меня была самая веселая семья, чтобы я никогда не болела, чтобы я была веселой, взрослой, красивой, и чтобы я была богатой. И потом, чтобы я всегда не обижалась и была хорошей девочкой. Карагандинцы отметили, что праздник им очень понравился, а также поздравили всех казахстанцев с Днем столицы. Ну, хочу поздравить всех с праздником, с Днем столицы, с Днем рождения. Хотим, чтобы она процветала, была такой же красивой и дальше росла. И всем казахстанцам здоровья, счастья, любви. Праздник классный, погода хорошая, не сильно жарко. И столько народу. Все здорово. Я рада, что именно такой важный день для нашей семьи совпал именно с сегодня с празднованием Днем рождения Астаны. И хочу поздравить всех казахстанцев с этим знаменательным днем. В ходе мероприятия первостроителям Астаны карагандинцам были вручены юбилейные медали «Астанага-Жирмажил». Своими красочными выступлениями на концерте жители и гостей города обрадовали яркие звезды эстрады, такие как Айри, Зеруза, Алиокапов и Мадина Садуакасова. Стоит также отметить, что помимо концерта карагандинцы сумели насладиться и масштабным арт-фестивалем «Город мастеров», который был организован в рамках программы «Рухани Жангру». Ярким завершением вечера стал праздничный салют. Торжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продавцов и услугодатели на авторынке «Орбита» проверили на соблюдение закона о языках. В ходе очередного рейда, организованного отделом культуры и развития языков, было обнаружено множество нарушений в оформлении наружной рекламы и визуальной информации. Визуальная информация и наружная реклама, а точнее их грамотность, всегда подвергается проверке со стороны отдела культуры и развития языков города. Зачастую рекламные вывески пестрят ошибками и в большинстве случаев не содержат информацию на государственном языке. Эти нарушения выявили в очередной раз в ходе рейда. Специалисты отдела культуры и развития языков направились на авторыны «Орбита», где провели разъяснительную работу с продавцами, ознакомив их с отдельными статьями закона о языках Республики Казахстан. Сегодня мы посетили около 10 объектов. В каждом из них были найдены нарушения. Мы взяли расписки о том, что нарушения исправят. Через две недели мы вернемся сюда, чтобы узнать, была ли выполнена работа. В ходе проверки специалисты отдела культуры и развития языков раздавали продавцам заметки, а также попросили их обращаться за консультативной помощью, если те столкнутся с трудностями в оформлении рекламы. Это вам памятка. Любой вопрос, например, будет по переводам. Вы можете на этот указанный номер звонить и спросить. И это... Вот, Тулепова, Хараганда Маднепульма. Можете на этот номер, всегда мы будем отвечать. Хорошо. И вы мне переведете все как-то? Да, 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 без проблем. Работы по выявлению нарушений в оформлении наружной рекламы и визуальной информации в городе проводятся на протяжении нескольких лет. Однако, несмотря на это, количество нарушений не уменьшается. Зачастую услугодатели, пренебрегая законом о языках Республики Казахстан, не указывают на вывесках нужную информацию на казахском языке. В городской комплексной детско-юношеской спортивной школе появилась новая мини-футбольная площадка. В текущем году на остановку площадки и ремонт фасада здания было потрачено около 30 миллионов тенге. На церемонию открытия побывал Аким Караганды Нурланов-Бакиров. В этом году городской комплексной детско-юношеской спортивной школе исполнилось 40 лет. К этой дате и празднованию 20-летия Астаны приурочили открытие мини-футбольной площадки. На ее установку было выделено 13,6 миллионов тенге. Ожидается, что новое футбольное поле позволит привлечь большее количество желающих заниматься футболом. Аким Караганды Нурланов-Бакиров подчеркнул, что достижения в спорте способствуют формированию патриотизма. Уважаемые воспитанники, ваши успехи в спорте являются важным составляющим для развития страны и города. Благодаря достижениям наших спортсменов на международной арене растет патриотизм и любовь к родине. Нельзя не отметить, что развитию отечественного футбола в последние годы уделяется особое внимание. Юных футболистов стараются обучать и тренировать и за пределами государства. Яркий тому пример Дмитрий Бачек. Член сборной команды Казахстана Ю-18 прошел обучение в Академии Крузейра в Бразилии. Спортсмен рассказывает, что пребывание в стране, где все живут футболом, стало для него ценным опытом. Все говорят о футболе каждый день. Мы жили тем более на базе. Каждый день чисто футбол видели. Это большой опыт был. Заниматься с большими игроками. Некоторые играли в сборной Бразилии. В общем, большой опыт. По завершению торжественного открытия учащиеся спортивной школы успели опробовать новое поле. В настоящее время в школе занимаются футболом 156 учащихся в 12 группах. Следует отметить, что школа получила не только новое поле, но и ремонт фасада здания, который обошелся в 15,6 миллионов тенге. Руководство школы уверено, что улучшенные условия для занятий спортом ускорят успех воспитанников школы. Тухжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде завершился третий детско-юношеский чемпионат мира по киокушинкай карате. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 18 стран мира. Торжественную церемонию открытия посетили почетные гости из Международной организации карате, Всеяпонского союза карате киокушинкай, а также представитель Министерства культуры и спорта и заместитель Акима Карагандинской области Жандос Абишев. 160 спортсменов из 18 стран мира. В Караганду для участия в третьем детско-юношеском чемпионате мира по карате киокушинкай съехались юные каратисты из Германии, Японии, Ирака, Сирии, Кувейта, Украины, Молдовы и многих других стран. Самой многочисленной была команда Казахстана. Представитель Министерства культуры и спорта Бекбулат Байжанов отметил, что в последние годы отечественные спортсмены демонстрируют достойные результаты. Уровень карате киокушинкай в Казахстане очень высок. Сейчас около 100 тысяч детей в нашей стране занимаются данным видом спорта. Наши спортсмены, наряду со спортсменами из Японии, являются фаворитами этого чемпионата. На торжественной церемонии открытия выступил заместитель Акима Карагандинской области Жандос Абишев. Он поприветствовал участников чемпионата и пожелал, чтобы победа досталась сильнейшим. Ищи желаю спортсменам древнего здоровья, преодоления постоянных милиционных задач, красивых побед и всем любителям киокушинкай, остров, ярких впечатлений. Пусть победит сильнейший. В соревновании приняли участие спортсмены от 12 до 17 лет. Каратисты состязались в трех возрастных группах и 15 весовых категориях. Участников из зарубежных стран приятно удивило гостеприимство казахстанцев, а также красота Караганды. Здесь очень красиво. Люди очень доброжелательные. Город, в котором мы находимся, такой большой и красивый. Я рад, что принимаю участие в этом чемпионате. Вместе со мной приехали еще три участника из Кувейта и наши тренеры. Надеюсь, что мне удастся занять призовое место. Несомненным фаворитом чемпионата была признана Япония. Из страны восходящего солнца в Караганду приехали 24 спортсмена. Японских каратистов отличала сплоченность и собранность. Перед выходом мы собираемся всей командой и стараемся подбодрить друг друга. Мы кричим наш девиз – давайте постараемся победить. Я люблю каратэ. Благодаря занятиям каратэ я чувствую, что живу полной жизнью. Одну треть участников чемпионата мира по кио-кушинкай каратэ составили отечественные спортсмены. Они подчеркнули, что нацелены на самый лучший результат. Значительную поддержку нашим спортсменам оказали родные стены и громкие возгласы болельщиков. Я очень счастлив, что все нас поддерживают. Это не может не радовать. Все мы пребываем в хорошем настроении. На прошлом чемпионате Казахстан занял второе место. В этом году мы постараемся стать первыми. Однако и в этот раз удача улыбнулась японцам. По общим итогам они заняли первое место. Наша команда расположилась на почетном втором месте. Третью ступень педестала заняла Россия. Итогами и организации чемпионата мира по кио-кушинкай каратэ остались довольны и казахстанцы, и зарубежные гости. О Кимобласти Ерлан Кошанов встретился с представителями международных и национальных организаций, а также выразил благодарность, что местом проведения столь крупного спортивного состязания была выбрана Караганда. Участники встречи сошлись во мнении о том, что для развития каратэ и спорта в целом необходимо открывать детские дворовые клубы, чтобы подрастающее поколение имело возможность проводить свой досуг с пользой. В свою очередь, все казахстанская организация кио-кушинкай каратэ поблагодарила Ерлана Кошанова за поддержку в проведении чемпионата мира. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok